В вашей практике было хоть раз такое, что заключенный взял и исчезал просто на 17 дней? Вы знаете, да, но вот точно такого же случая, как с Алексеем Навальным или с Алексеем Гориным, не было. Давайте начнем с Алексеем Гориным, потому что сегодня по нему есть новости. То есть не то, где он находится и как он себя чувствует, а то, что сегодня спецдокладчик ООН по России, надо сказать, что Мариану Кацарову мы знаем очень многие, да, и она очень эффективный человек, и реально болеющий за права человека в России. Вот сегодня она выступала в ООН со спецдокладом, и она призвала российские власти, и, соответственно, это призывает и ООН раскрыть местонахождение Алексея Гориного, допустить к нему врачей, адвокатов и близких. Это очень важная вещь, и она очень отличается от ситуации с Алексеем Навальным. Собственно, почему? Потому что Алексей Горинов, у него так же, как и Алексея Навального, статус и обвиняемого, у них у обоих по новому делу, у Алексея Гориного оправдание терроризма. Я напомню, якобы он смотрел телевизор в компании других заключенных и отпустил некое высказывание по поводу увиденного, но тут, конечно, трудно было бы удержаться, но не факт, что это было на самом деле, для этого есть разработчики так называемые. А у Алексея это обвинение в вандализме. При этом Горинов держался в ИК-2 Покрова, там же, где был Алексей Навальный, когда у него еще был общий режим, то есть в самом начале своей отсидки. И в отличие от Алексея Навального, Горинов никуда не этапирован, то есть он просто пропал, он просто исчез. Он должен находиться сейчас либо в ИК-2, потому что ему не меняли ни режим, у него нет нового приговора, нет ничего такого, чтобы потребовалось его где-то этапировать. Если нужны какие-то следственные действия, то они должны проводиться по месту преступления, а это тот самый ИК-2, тот самый ИК-2 в Покрове. То есть вот Алексей Горинов пропал абсолютно незаконно, то есть даже если брать вот все подзаконные акты, инструкции, вот все, что накорябало в СИН или депутаты, его надо показать адвокатам, обязательно, тем более, что последний раз, когда его видели, это было 8 декабря, он чувствовал себя очень и очень плохо. Я напомню, что Алексею Горину за 60, и у него нет половины легкого. Он был прооперирован еще до своей посадки, и датчик падал со стула в обморок. И здесь спецзакладчик ООН сегодня вообще ни разу не сгустил краски. Краски здесь очень густые. Итак, здесь действительно абсолютно выпиющая ситуация. Она одна. С Алексеем Навальным ситуация другая, тоже крайне тревожная. Я напомню, с Алексеем Навальным происходит гораздо больше странностей, чем, естественно, с любым другим заключенным. Конечно, он заключенный номер один в России, личный заключенный Путина, и, конечно, это сказывается на всем, что с ним происходит. 4 августа его новый приговор, 19 лет, вступил в законную силу. Значит, что происходит при законном, нормальном течении вещей? В течение 10 дней после вступления в законную силу приговора ему должна быть так называемая законка, ну, то есть определение суда, решение суда о том, что он отбывает наказание теперь по другому приговору, в условиях строгого режима, и в течение этих 10 дней он должен был убыть на этап. Почему это было не сделано, неизвестно. И Алексей еще, в общем, почти 4 месяца был на месте, и на самом деле это было очень и очень странно, потому что здесь сразу случился клинч, потому что я напомню, что решением уже в СИН Алексея перевели в единое помещение камерного типа, хотя решение суда было, собственно, особый режим. И как эти вещи должны были совмещаться, я успела поговорить с адвокатами Алексея Навального, сейчас разговариваю с другими адвокатами, то есть непонятно вообще, что должно было вступить в силу, хотя, конечно, решение суда должно превалировать. Значит, теперь он исчезает из колонии тоже по неизвестным причинам, и ГУФСИН Владимирской области говорит, что он убыл. Убыл из ИК-6 в Мелихово. Что значит убыл? Убыл, убыл – слово очень странное. Нет слова убыл. Есть слово этапирован. Есть слово этапирован для отбывания наказания в другой колонии. Есть слово убыл, переведен в другую зону, переведен в СИЗО для следственных действий, переведен, например, в больницу. А что значит убыл? Убыл умер? Убыл что? Что такое убыл? И если еще учесть, что, собственно, колония особого режима, а это тот самый режим, который теперь выписан Алексею Судом, находится в 10 километрах в Пакино, ИК-7, ну, хорошо. СИЗО не считает бюджетных денег, не считает наших нервов и чего-то еще, и решил, что он не должен сидеть в колонне рядом, а надо обязательно стратить максимум бюджетных денег и укатать его, я не знаю, до Омска. Через Трансиб. Да, 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 решил покатать. Хорошо. Но тогда об этом надо сообщить, например, адвокатам, что он этапирован. Он этапирован для дальнейшего отбывания наказания. Или что? Или где? Да, мы помним, что издание «База» сообщило, что Алексей находится в одном из СИЗО Москвы, и его искали там, и команда Навального там не нашла. Я поговорила отдельно с некоторыми журналистами «База», которые в этой теме, и они говорят, что, слушай, он там точно был с 10 на 11 декабря. Я не знаю, у меня таких сведений нет, у меня были сведения. Опять же, я просила заключенных и прошу все время рассказывать, если кто-то встретит Алексея на этапе. На самом деле, встретиться в Алексея на этапе очень сложно, потому что такие политзаключенные этапируются отдельно ото всех. Вот, например, Владимир Карамурза ехал полностью один в купе, так сказать, в одиночной камере, это Солыпинский вагон, из которого нельзя выйти, из купе нельзя выйти, там, зарешоченные двери, и их нельзя закрыть, там, просто решетки, и все. То есть ты не можешь выйти за водой, не можешь выйти в туалет, нужно вызывать конвой. Но с другой стороны, в соседнем купе, в таком же точно купе, едут по 12, по 16 человек других заключенных, и они ходят мимо, так или иначе, мимо другой камеры, другого купе, и могут что-то увидеть. И в итоге вот по моему этому радиотюремному рассказали, что Алексею стало плохо в дороге, у него что-то стало с сахаром, я не знаю что, низко, высоко, потому что из кулапов поблизости не было. Были заключенных, которые сказали, что кажется, что-то с сахаром. А когда это было, Ольга? Это было в прошлую субботу, 6 дней назад. Это было в прошлую субботу, в ночь, в субботу на воскресенье, мы как раз сидели с Вадимом Прохоровым, когда пришло это сообщение, мы с ним посовещались и решили публичить эту информацию, тем более, что накануне Александр Невзоров написал, что, по его данным, Алексей Навальный покончил жизнь самоубийством, что, в общем, тоже, в общем, сведения, откуда что непонятно. И, конечно, в ситуации, когда, в общем, каждый день в деле Алексея Навального, там есть суды, где он выступает из СОМ, а суд, я напомню, все-таки, это такая независимая, теоретически, ветвь власти, и как бы там дальше не препарировать, на самом деле, зависимость судов, тем не менее суды главнее ВСИНА. Они важнее ВСИНА и решения судов для ВСИНА, безусловно, первичное и никаким образом непоколебимо. И вот суды назначаются, и ВСИНА обязан доставить в суды Навального или предоставить видеоконференцию, связь с ними, или сказать, что вообще происходит. ВСИНА этого не говорит. И это абсолютно действительно удивительный и уникальный случай. То есть достаточно бумажки, телефонограммы. Я, начальник ВСИНА Владимирской области, сообщаю суду, что Алексей Навальный этапирован для отбывания наказания в другую область, совершенно секретно, вот в такую-то вот колонию. Ну, этапирован, да, во время этапа не положено ни адвокатам, ни родственникам знать, куда едет осужденный. Но о том, что он вообще едет, обязаны. Валерий, ну, то есть получается, вот по тому, что вы рассказываете, и вот по вот этому абсолютно ошеломляющему молчанию ВСИНА и термину «убыл», такое ощущение, что его как будто изъяли из системы, из самой как таковой. И ВСИНА как будто сам тоже не в курсе, так? Я бы сказала так, что ВСИНА не в курсе, что он должен говорить. В принципе, оказывается такое ощущение, что вот вступил в законную силу 4 августа приговор Алексея, а дальше ВСИНА сидел и ждал, что ему скажут, что делать дальше. А, видимо, было не до ВСИНА. Ну, Авдеевка, Пригожин там только что погиб, там, а еще не погиб, кстати. 4 августа еще жив и легитимен, как говорится, да? Да, 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 тут 5-е и 10-е, в общем, как-то не до этого был. Тут, а, говорит, да, Навальный, да, так вот, вот так, вот так хотим. А как так? Как так? Потому что, ну, слушайте, давайте так. Как говорит Путин, я не отменял приказа, указа о частичной мобилизации. А приказа об убийстве Навального, наверное, тоже не отменял, да? Угу. Ольга, еще вопрос про то, с чего вы начали по спецдокладчика ООН и обращение. По Навальному же тоже такое обращение было. Вообще, в современной российской реалии спецдокладчик ООН имеет хоть какую-то власть над тем, что происходит? Ну, ЕСПЧ уже давно не работает. На все международные нормы, законы и на все остальное давно уже забили, игнорируют, вышли из всех возможных соглашений и так далее. Конечно, важно, что ООН про это говорит, и важно, что ООН имеет это в виду и следит за тем, что происходит. Но как будто заявление и требования спецдокладчика ООН сейчас внутри России не котируются совершенно. Или я не прав? Ну, во-первых, это единственное, что осталось вообще россиянам. Это в принципе к чему есть доступ. Во-вторых, это важно для будущего ближайшего и будущего не ближайшего. Для ближайшего будущего. А вот мы говорили, мы беспокоились, вы нам не ответили. Ну, и, собственно, это имеет отношение потом к последующей позиции России в ООН. Все-таки я напомню, что позиция в России и ООН, она тоже за эти несколько лет войны с Украиной, она тоже как-то менялась. Ее больше поддерживали, не поддерживали. И вот эти вещи влияют на, собственно, на поддержку России. Что если был спецдокладчик ООН, доделал тревожный спецдоклад, и что-то с заключенным случилось, несмотря на этот спецдоклад, объясните, извольте объясниться и что. То есть это будет, в принципе, касаться роли России в ООН и дальнейших голосованиях. А для будущего это, конечно, сбор материалов для суда, будущего суда над теми, кто доживет. А я думаю, что многие доживут.